привет всех наступившим двадцать четвертым годом а я играю по-тихому в человекопаука ну чтож продолжаю купил очень много лет меня настрадамусом после бедрассудного непродуманного задержания уилса нафига и даже ничего не надо быстро на наши улицы хлынула толпа хорошо наблюдаете за ночными птицами и я наблюдала за ночными хищными птицами в парке когда заметила группу вооруженных людей у замка бельведер спасибо за информацию мисс я буду следить за происходящим спасибо за помощь стефани и печень делают вооруженные люди у замка бельведер сдается мне это не туристы люди физка это плохо кто-нибудь сладких снов так и чем них просто всех расхерачить это был последний посмотрим что они затевали даже не знаю что они тут делали может найду что-нибудь на этой флешке с ума сойти стефани птица стащила флешку с доказательствами кажется голубь они так делают сейчас период гнездования так что ничего удивительного у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка спасибо посмотрю у него тут дружки черт верните мне флешку летающие паршивцы попробуй задобрить их голуби невероятно умные невероятно умные значит эй голуби простите за летающих паршивцев может договоримся да блять не знаю сколько корма дает вам физк с меня в двое больше один есть но у него нет флешки пустышка да бля башкой зачем-то бить да да 5 есть флешка у меня теперь к ноутбуку узнать что затевали люди физка к по кажется они загружали трояна в вайфай сеть центрального парка этот троян мог открыть им доступ куча личных данных кстати я ведь тоже пользуюсь этой сетью квадроян отонося удаленная загрузка еще идет видимо у них несколько точек доступа стефани ты мои глаза в небе видишь что-нибудь странное в парке спасибо продолжай вести наблюдения нужно добраться до щитка до завершения загрузки не будет доступа к ноуту не загрузят трояна вообще не касаясь земли то я пропустил спасибо за сообщение лучше поспешить еще два не думал что скажу это но зачем центральному парку столь мощное вай-фай покрытие я думал сюда ходят отвлечься телефонах вот они надо отогнать их от щитка сейчас ты сдохнешь костюм не достать костюм нужна твоя башка костюм м от Zero Что здесь? Доброй ночи. Сейчас ты сдохнешь. Ложись! Воздухи не достать! Мы возьмём тебя живым или мёртвым. Хиску без разницы. Готово. Всё? Жители Манхэттена могут спать спокойно. Их пароли и видео с котиками в безопасности. Человек-паук. Кажется, меня заметили. О, нет. Ты уверена? Да, да. Вооружённые люди уже здесь. Запридь дверь на крышу и держись. Я иду. Где она-то? Нужно добраться до Стефани раньше людей Фиска. Она оказалась в опасности из-за меня. Да, серьёзно? А не потому что, что, блядь, она дурят? Они выламывают дверь. Мы знаем, что ты работаешь с пауком. Открывай! Я почти добрался. Прячься! Разделимся! Ищите девчонку с биноклем! Что это за фигня? Сувенир от вас, а! И давайте ему прыгать! Что мне делать? С ним прыгать. Хватит валять дурака! Давай, гни! Что ж ты не догнешь! Я его не достану, пока он в воздухе! Я научу тебя уважение! Это был последний. Узнаю, как там Стефани. Ни хуя ты, блядь. Не прелесть! Хочешь взглянуть? А я лучше займусь теми птичками, которым место за решёткой. Ну окей, это здание выполнено. Что тут у нас есть ещё? Так, ну пока-то прерываюсь, я буду вот это вот всё остальное говнище собирать. Вот. Как-то так. А потом дальше пойду на сюжетку. И дальше досниму. Всё, да? Даро! Ну что ж, проходим с тобой далее спайлермена. Я, конечно, очень давно... Очень давно не записывал ничего. Так как... Болею, болею. Вот. И поэтому нет особо времени на то, чтобы особо записывать. Ну, продолжим в спайдермена. По тому же, блядь. Второй вышел, наверное, уже третий, блядь. Ну, пойми. Эй, Герман! Серьёзно? Эй, Герман! Вставайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты... Чуткий. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне клевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну уж, и Герман! Хотя поговори со мной, так будет интересней. Герман! Что? Ты отзываешься? Точно. Поговорим. Я сказал, хватит солдат! Понял. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат. Но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи. И значит, ты крадёшь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовёшь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай! Герман! Быстрей! Быстрей! Он покажет вам своё лицо, блядь. Держаться воене. Скорее! Знаешь, Герман? Как личность, ты ноль! Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Нет, старый костюм был лучше. А это хуйня. Может позже. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И ещё ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. Обожаю. Ох, таких приятных вещей ты мне ещё не говорила. Кажется, у меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это Эмджей. Привет, Эмджей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было весёлое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчёт услуги? Там маска из галереи ещё у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история. И я намерена её раскопать. Ну, да. Так, значит, я могу звонить в любое время? Да. Время, повод, неважно. Так. Значит, мы снова общаемся. Классно. Здорово. Сучка тебя бросила, ты, блядь, потом радуйся. Так. А с чего у нас тут? О, есть побочка. Идёмте тогда на побочку. Вот сюда. Здорово. Блин, вот просто версия на четвёрке мне больше нравилась. Типа, мне даже нравился этот герой. Он максимально похож на Гидро Паркера из Комиссии. Народ, я вынужден ещё раз подчеркнуть, что не отвечаю за действие Макдоналда Мака Гаргана по прозвищу Скорпион. Да, как я говорил, я оплатил эксперимент, который дал ему невероятные силы скорость и этот ужасный робохвост. Я хотел создать античеловека-паука, который бы остановил угрозу, а не сам стал ею. Угроза приходила. Он решал, что он псих. В его режиме написано «псих, помешанный на ядов». Он сам, типа, создаёт проблемы, а потом дается решить. На плоту, вешая вину за его преступление на меня. И с этим... Мэм, что с вами? Кармен. Не со мной, с моим мужем, Родриго. Он странно себя ведёт, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, нет. В вопросах семейных отношений я вам не советчик. Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Он напуган, но мне ничего не говорят. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером. У клиники в Гринвиче. Ладно, не волнуйтесь, Кармен. Я выясню, в чём там дело. Может, Warner Brothers, я не знаю, дурная компания тоже. Ты что с ним? Клиника рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен её узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Если эта картинка всплывёт, мне... Плохой ракурс. Надо встать напротив. Тогда отдавай мне чертежи. Прекрасно. Чёткий кадр. Ну ладно. И помни, если кому скажешь, я опубликую снимок. Как её можно, блядь, не заметить? Я же вот, блядь, сижу. Чертежи? Всё серьёзнее, чем я думал. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Кармен, сейчас скину вам фото. Вы знаете эту женщину? Нет. Впервые вижу. О чём они разговаривали? Похоже, она его шантажирует. Она упомянула какие-то чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление. Но мне нужно собрать больше улик. А если что, обращайся. Хорошо. Я посмотрю, куда она повезёт чертежи. До скорого. Ещё одна жертва? Или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придётся приклеиться к эстакаде. Явилась, наконец. Принесла? Да. То, что надо. Сразу стал шёлком. Родриго всегда был тряпком. Босс обратился. Дай-ка посмотрю. Вот это я понимаю. Мне пора накопиться. Не хочу заставлять его ждать. Сегодня мы сорвём большой куш. Это точно. Сколько людей тут замешано. Надо проследить за ним. Нет, он меня заметил. Надо отследить сверху. Где он хочет сойти? Надо подрубиться к системе метро. Узнать маршрут следования. А это раньше, может быть, на метро, блядь. Кармен. Она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон. Его лучший друг из колледжа. Пару лет назад его посадили за грабёж. Чертежи казино и бывший зэк. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто ещё в этом замешан. Для налёта на казино им потребуется ещё хотя бы ваше. Водитель, взломщик. Я люблю фильмы про ограбление. Я уж понял. Если уж что выясню, дам вам знать. Кстати, Анчелы, в какой-нибудь сцене нет. Кто-то на метро ездишь. Приехали. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. Он идёт в офисное здание. Ты, блядь, жучок на него прицепил. Или что? Чтобы знать, куда он пойдёт. Я принёс, босс. Хорошо. Расписание на мониторе. Я выписал на доске кандидатов. Пометь их позиции на карте. Посадите за руль Романа. Да он, считай, ребёнок. Это ребёнок для его брата. Да, блядь. Он надёжен. И этот вопрос закрыл. Он уже поехал за взломщиком. Ладно. Роман готов. Мы уже опаздываем. Погнали. Они уезжают. Надо бежать за улик, получил он так круто лично с тобой встретиться. Этих улик вполне хватит. Осталось задержать машину. Нельзя дать им оторваться. Это кто? Человек-паук? Человек-паук? Я не могу. Человек-паук? Я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Спасибо, я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Дишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно если он даст показания против шантажистов. Даст. Не то я покажу ему, что бояться надо меня, а не Дишона. Спасибо, паук. Окей. Новый уровень. Большой урон. Так, смотрим. Науки. Че он тут на... Ну, три, два, два, оттенем. Ну, давайте, блядь. Так, че там, кстати, на Даши миссии какие есть? А, ну все. Сейчас типа... Но... 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 Иди нахуй с МСЛ. Можешь по ебалу. Ублика. Иди нахуй с МС. А, конечно. Во, как раз... Иди нахуй с МС. Иди нахуй с МС. Убери. Да. Иди нахуй. Компетра. Девушки отдыхают 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 Они живы. Значит, этот кто-то не переступает к черту. Уже хорошо. Прости, я всё пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, Паучок. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо, не сориентировался. Я был на коне, блядь. Опять, что ли, хамелеон? Мне нужно его догнать. Поплеск, хамелеон. И правда, вроде бы оттуда тянет горелым. Тут явно был пожар, но его быстро под... Ты вернулся? Как я тебе благодарна, что ты вытащил мою подругу. Я думала, она погибла. Не за что. Слушайте, у меня от дыма голова закружилась, и я слегка того. Вы не помните, куда я дальше пошел? Извини, я помогала подруге. Я думала, ты вернулся в здание. Спасибо. Передавайте подруге привет. Кто бы ни... Он шел по пожарной лестнице. Значит, паутину пускать не умеет. Эй, Паучок, зачем тебе огнетушитель? Огнетушитель? А где он его оставил? Мой двойник применил огнетушитель. Может, он еще здесь. Огнетушитель? Думаю, все спасены. Ты молодец, Человек-паук. О, понеслась. Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? Нет, это не то. Вот это вот. Вот это вот. Ага. Вот это вот. АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Пламя, гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Дороги нахуй. Паучок, спешите, расступитесь. Глупо звучит. Человек-паук. Пишется через таком взаимодействии, да, с окружающим? Человек-паук? Ага. Человек-паук? Человек-паук? Типа, в Ассасине, знаете ли, когда ты бежишь через толку, ты как-то с ней... Прошу прощения! А здесь ты просто бежишь. Какой восхитительный запах! Не наглей! Его угощают хот-догами? Меня ни разу не угощали! Там полный, не забудь поменять. Мой двойник способный малый. Где ты научился так драться? И наркотики не взял. Видимо, он... Полиция тут разберется. Поддельный паучок, видно, спустился по другой лестнице. Этому придется посидеть без сознания, но дышит. Вот он. Да, видно, что это не яблоко. Люди его любят. То есть, меня... То есть, а... Вот же бред. Не за что, граждане. Извините. Кому-то нужна помощь. Я так не говорю! Да никто так не говорит! Отпусти его! Ага, сейчас. За твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит. Эй, ребят, слушайте! Я не настоящий паук! Да, теперь уж точно. Немного уравняем шансы. Не знаю, но... Убейте обоих! Я разберусь, уходи! Это же шанс помочь настоящему Человеку-пауку! Нет уж! Ты хорошо дерешься! У меня черный пояс. Преподаю в дотсе Чикара. Я просто хотел помогать людям, как ты. Вместе с костюмом ты наследуешь и моих врагов. А их у меня много. Берегись! Вон еще! Мои те, что с пушками. Остальные твои! Остальные твои! Слушай, если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют-пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Хорошая мысль. Честно говоря, у костюма и правда есть свои минусы. Держи! чё, блядь, será-ки-су-ся-ху-елтан? да что гранатометы прячься я их добью все так я играю на суперсот героическом счет как ты это делаешь сквозь боли синяки слушай ты парень хороший но продолжишь в том же духе тебя убьют да я теперь понял не волнуйся я его больше не надену я с этим завязал правильно и потом чтобы творить добро костюм не нужен о а здорово звучит я запомню звучит как обосрался чё это ты делаешь чё это чё ты так делаешь пытаясь отчета не сказать ну ползи ползи я целый час так костюмы чем-то дали а а новые хуёй давайте их откроем кашты навыки навыки а Я всегда был за правду. Когда я был репортером и издателем газеты, я печатал правду. А сейчас, будучи ведущим, я говорю ее. Иногда это больно. Но в этом мой долг перед вами. И вот вам правда, в городе не тихо, неспокойно. В нем все предвещает бурю. Угроза готова всплыть на поверхность, как голодная акула из тихих вод. Человек-паук, дурач, вам грозит опасность. Грозит всем нам. Иногда типа они там, вот на основу технология, типа звали лучше играть. Ты включаешь технологию, и блять, она хуже играет, и блять. Ага, спасибо. Что за хуйня это? Что за хуйня это? Моя-ка. Не хуйня это! Продолжение следует... 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 что аж денег я тут не заработаю она для него это похоже много значит я сделаю все что смогу ебать их тут нахуй всраться блять ладно будем их выполнять хули блять ну понятно еще пара станции сообщают о загрязнении воздуха приму меры пока они не достигли как это говорится первого класса опасности там черные вороны потому что сами превышают уровень загрязнения в воздухе опасно много полициклических углеводородов и их все больше если так и дальше пойдет будут смерти частицы собираются в точках концентрации получаются грузки дыма прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы да ты чё блять да ты чё блять да ты хули ты блять это гадко но нужно прыгнуть прямо в эти облачка да ты блять баран ебучий нахуй блять хуй ты моржовый то блять облачка видно невооруженным глазом значит уровень токсинов зашкаливает и готово а вот сюда Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Вот оно! Будто дышу через выхлопную трубу! Ха-ха-ха! Отлично! Да вот... Чё заходи? Чё заходи? Здесь хороший свет! Да пошёл ты нахуй! Слышь, чё, блядь! Мой лучший портрет дымохода. Вышли в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зелёного паука? Ой, да пошёл ты нахуй! Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Аскорб докажет, что они бесполезны? Человек-паук. Шокер сбежал. Сейчас грабит банк на углу ИСТ и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает! Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Чёрт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело! Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера! Так, ну на этом всё. На этом всё, блядь. На этом всё. Вот. И я щас зачищу эти. Питер, я решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крёстного отца? У тебя всё хорошо? Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит. Мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдёте другой источник средств. Ваша работа слишком важна. Спасибо, Эмжей. До связи. О. Воздухи. Нихуя себе, блядь. Прикольно. Ладно, на этом как бы всё. Сейчас я сделаю эти лаборатории и потом продолжим. Давай, счастливо. Воздухи. Субтитры сделал DimaTorzok